Труд для Николая Булгакова – это образ жизни. Родившийся в простой крестьянской семье, он с ранних лет привык не сидеть без дела. А в 41-м 13-летний подросток, как и его сверстники, встал на место взрослых мужчин. Они на фронт, а мы их заменяли. Ездили в лес за дровами, за дохлеб пекли дровами, а вечером в ночь ездим по мельницам, где какая есть мука, это по карточкам. А для фронта ездили на элеватор, мешки 70 килограмм. После войны на плечи его поколения легла забота о восстановлении разрушенной страны. И нас в Пензенской области 2000 комсомольцев направили в Сибирь, Иркутскую область, город Черемхова, шахт 30-я, строить шахты. Там, на строительстве Черемховского угольного бассейна, Николай освоил сразу несколько профессий. Каменщик, бетонщик, штукатур, маляр. Вернувшись в родную Пензенскую область, Николай Сергеевич 30 лет возводил школы, клубы, больницы, зерносклады. Сколько им построено зданий, не сосчитать. И когда в 1971-м его вызвали в областной комитет компартии, поехал прямо со стройки. Во всем рабочем виде сажусь в машину и в обком. Я зашел, там трое сидят, обо мне разговоры ведут. А Ермин Лев Борисович говорит, вот так, Николай Сергеевич, мы вас награждаем, герой труда. Как вы на это смотрите? Я говорю, на чем лучше будем работать? Сейчас Николай Сергеевич на заслуженном отдыхе. Но с удовольствием и гордостью вспоминает любимую работу. А 9 декабря, в День Героев Отечества, герой социалистического труда принимает поздравления и от родных, и от официальных лиц. Спасибо вам за ваш труд, за такой жизненный, прекрасный путь. И мы, конечно, берем с вас пример. Вы пример для всех, для нас, и для подрастающего поколения, и для нас уже взрослых людей. Сам герой-труженик признается, его главное богатство – большая дружная семья. Супруга, с которой душа в душу живут уже 66 лет, дети, внуки, правнуки. Молодому поколению Николай Булгаков постарался передать свой главный принцип – созидательный труд – основа жизни человека. Чем тут должен заниматься? Должен. И какую-то специальность иметь. И по этой специальности надо работать. Честно, добросовестно. А больше иначе никак нельзя.